Подписывайтесь на телеграм и приходите на стримы. Давайте, должно быть что-то интересное. Yes, сыграем фринтхук. О, кстати, я бы фринтхук как-нибудь поиграл. Ау, что произошло? Внимание, так сказать, интрудер. Кто это такой? Чел со стороны, который, блядь, в торксе. Назови свои причины чего-то непонятного. Готовлю лазерную атаку. Остановись, не стреляй, пожалуйста. Я не хочу умирать от лазера. Зап, кабум. Не волнуйся, дружище, я просто прикалываюсь здесь. После тысячи лет, как я здесь застрял, мне нужно немножко поржать. Погоди, мы здесь застряли снизу. Мои друзья, наверное, волнуются. Пиздец. О, аспакуха, дружище. Это не конец света. Ну, по крайней мере, пока еще не конец. Как насчет последовать за мной? И я выведу нас двоих отсюда. Серьезно? Это было бы очень здорово, спасибо. Инерция просто... Просто чудаковатая в прыжке. Мне кажется, это не очень хорошо. Для платформера. При этом мувмент более-менее нормальный. Его не заносит. Он останавливается резко. Кстати, когда играешь, выглядит графоний поприятнее, чем... Чем когда смотрел скрины. Бегать можно. Покебол. У тебя есть имечка? Да, меня зовут Пабло. Я охотник за сокровищами. Охотник за сокровищами, говоришь? Хм... Сегодня твой счастливый денечек, Пабло. Видишь, этот здоровый, большой, гигантский сундук. У него... Внутри него есть кое-что, что поможет нам отсюда выбраться. Пабло. Я бы открыл его самостоятельно. Но у меня нет подходящих инструментов. Инструменты? Ты имеешь в виду что-то типа отвертки? Нет, что-то типа... Ну, рук, наверное. У меня нет рук. Ха, точно. Ну, пойду тогда, открою его. Кстати, раз уж ты узнал, как меня зовут, то, может быть, поделишься тоже? Я, ну... Я вообще-то уже давненько ни с кем не общался. Я, в общем-то, и не любил особо общаться с людишками до того момента, как меня здесь не заперли. Ну, я думаю, то, что ты меня можешь называть Нуль, если хочешь. Что ж, рад познакомиться, Нуль. Давай теперь откроем этот сундучок. Ха-ха, как, все, я не... А, вот я сундук. Ха, он, блин, на бэкграунде. Как вообще можно додуматься, что этот сундук нужно открывать? Хук. Не лучшая идея делать интеракт-объект фоном с бэкграундом. Так, ну, красивый Пабло и Хукар. Хукар. Нажми Х, чтобы кинуть хук. Зажимай вверх, чтобы подниматься. Нажимай вниз, чтобы спускаться. Используй влево-вправо, чтобы раскачиваться. Так, в таргет можно хуком попадать. Эта игра, кстати, по-моему, уже вышла в ревиз. Ё-моё, лодка. Это похоже на... Игру с самолетиком, в которую мы играли. Как называется? Кто помнит? Я не помню. Бонус левел. Забыл. Та игра с самолетиком годная. Джетлансер, я вспомнил. Джетлансер была игра. Ничего себе. Это мы слушаем. Блять, конечно, не сохранил настройки. Да чё так тихо-то? Саундтрек прям... Похож на черепашки-нинзи сеговские. Плюс Соник. Ой, нет, меня больше не вернут назад. Сделай еще, Громич. Эй, здорово, ты не видел здесь злобного робота? О, дружище. Эй, злой это очень такой вообще-то широкий термин. О, да, ты прав. Не видел ли ты здесь... Ну, вообще любого робота, в принципе. Да, конечно. С кучей страшных, ужасных... А, нет. Да, конечно, здесь типа масса ужасных и страшных роботов. Здорово, Ди Каприо. Блин, трек просто отличный. Играем в фулл-релиз ради музыки? Опа, злобный робот. У нее такое странное управление в этой игре? Блин, интересно, как туда наверх собраться? Может быть, что-то можно придумать. Наверное, чуть поближе надо зацепиться. Вообще, с крестовиной, наверное, поудобнее играть в эту игру. Не могу сказать, что супер... отзывчивого управления. Что-то не получается мне в соко залезть, ладно, пофиг. Что за индикатор влево в верхний угол под лапкой? Не знаю. Скорость, походу. Без понятия. Блин, мог вам цепляться. Прикольно. Как игра называется? Грэплинг док, по-моему. Да. Не, грэппл док. Камеру нельзя, да? Как перебить? Морковка. Это Слеста? Только вместо клубники здесь морковка? Блин, нам осталось коза сверху. Смогу ли я до нее добраться как-нибудь? Прийтишь, скоро подъедет килограмм бексита. В смысле? Здрава, Нидус. Тут надо залететь. Оп. Да не, ничего. В смысле, давай уже говори. Здрава, дружище. Есть ли какие-то хорошие штучки? Хорошие штучки? Ну, знаешь, сладкие, оранжевые. Вкусненький корень. А, сладкий апельсин, вкусненький корень. Морковка там какая-то. Рути-тути, морковка. Хуе так. Ты вообще о чем говоришь, дружище? Морковки, дружище. Принеси мне хотя бы одну, и я помогу тебе здесь разобраться. Так у меня уже есть, он забрал. А, жрет морковку, реально. Он бы типа меня сюда не пропустил без морковки, что ли? Довольный. Там сзади еще осталось, конечно, что-то прикольное, но еще поделать. Сегодня будет ролик на втором канале? Нет. Не знаю, зачем я это написал. Давай говори, видос, ёпта. Бля, они как будто с касаниями умирают. Даже если я плохо касаюсь. Заинтриговал и... Не рассказываешь ничего. Ты без стену выбил за морковь, и что там не было видно. А, файл. Блин, за мобажи можно вроде цепляться, хуком, не? Или не за всех. Дожди фигачили? Да вроде что-то было. Курьер-то не приходил в дождевике. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И ничего не скрываю, честно. Понятно. Все понятно, Нибудь. Блин, я не понимаю, как мне залезть наверх. Может быть там потом обойти где-то, может быть. У него такое странное управление, реально хуёво отзывчивое прям. Для платформера это очень неприятно. Я щи сбаловал сейчас в Rogue Legacy, где Мумут управляется просто идеально. Что там заряжается, да? Это шкала. И это хп мои. Я пытаюсь его хуком убить, и не получается. Два алмазика крутых я сзади оставил. Шкала это не хп, а скорость хп в пальце на лапе. Я подумал, что когда эта шкала заполняется, тогда здоровье дают. Но видимо нет. Это печально. Как мне втянуться качественно? Режим хоккей слишком резво, очень просто ходьба, непривычно как-то. Да я не знаю, он какой-то дёрганный. Может, всё-таки со стика управлять, а не с крестовины. Но я чё-то не могу отсюда залезть туда. Блядь. Пури с той стороны тоже можно обойти. Катастрофа какая-то. Мне здесь не обойти. Блядь, здесь нет этой вспомогательной штуки. Пампа барабану. Много игрушек потрогали, это третья. Сколько тебе заплатить за прохождение резика 4? Мне? Ты имеешь в виду ремейка или дефолтного? Орик. Да я вообще думал как-нибудь провести, может быть, игровой аукцион. Так что, может быть, у вас будет возможность чем-нибудь заказать. Азад уже никак не спрыгну, да? Блин, красивая игра, музыка классная, но управление такое неудобное, я просто катастрофа. Для платформера я считаю это прям критически важно. Супер неотзывчивое управление. И хук, типа, постоянно ты... Ну, из-за того, что ты на стике играешь, да, получается, нужно влево-вправо дергать. И чуть-чуть, стоит тебе вот так вот стик под углом наклонить, он будет уже уменьшаться по размеру. Это очень неудобно. При этом клавиш, вроде, на геймпаде свободных очень много. Почему бы не сделать контроль длины при помощи курков? Конечно, наверное, потом механики какие-то появляются, которые, может быть, будут задействовать курки. Рассчитал на ответ, да не надо, вдруг могу в дискорде постримить, зачем деньги. Блин, не до с времена, знаешь, какие нахрен, денег ноль. Что-то я упал. Интересно, индикатор вроде был. Продолжение следует... Он похож на уровне с Соником, где такой пинбол-лайк был. Во флинт-хуке кста управления гораздо удобнее. Так это не играло в это. Не, можно предраслиться, конечно, к управлению. Просто подозреваю, что потом это будет сильно фрустрировать. О, нет, у меня телефон разрядился. Какая печаль. Я сейчас что-то посмотрел так, немножко на ремейк четвертого резика. Я не помню, какое видос смотрел. Подозреваю, что на моем компе он даже, наверное, не запустится уже. Либо здесь FPS гейминг. Че игра от меня хочет? Как не залезть туда? А-а-а! Или не а? Фу? А, понял. Коробка соможен только по определенным объектам. Вопросов больше нет. Это неплохой комп, настроение будет очень норм. Но у меня параллельно идет еще запись, плюс идет стрим. Поэтому будет хуже, чем ты себе представляешь. Без стрима, наверное, вполне неплохо все будет. Блин, да как залазить на такие штуки-то? Ноль идей. Субтитры сделал DimaTorzok Че от меня хочет игра? Это было похоже на какую-то успешную попытку. А дальше не укорачивается фук. Это максимум. Блин, я просто не понимаю. А было просто ползки. Играл в Dead Link, процесс демок очень перспективный рогалик. Первый раз с лушанием. Ну ладно. Так, у меня какие-то стрелки появились. Которые, видимо, показывают, что открылось, да? Здесь можно хотя бы от стенок пропрыгать. Бам-бам. Круто. Всегда могли бы секрет какой-нибудь бонусный. Спасибо. Спасибо. Мышление гейм-дизайнера. Левел-дизайнера. Рогалик Doom Shooter. Звучит неплохо. Как что-то, что мне может понравиться. Угу, угу, угу. Угу, угу, угу. Пушка из Соника. Блядь, опять лут пропустил. Там можно было в другую сторону стрелять в себя. Музыка на Сониковскую похожа. Да. Ай. Как там открыть проход? Вот. По-моему, вот эта фиолетовая штука должна была. Ну, бодренько, конечно, бодренько. На Владемке, наверное, прям в ролике тоже и разобрать. А я, походу, не могу менять направление пушек. Так, морковка для... Козлика. Ё-моё. погодь если в этой демке реально 33 уровня как сказано в описании то мне кажется это уже не дымка полоса играю тут помните листри уровень на всего 33 уровня ваш я думаю это скорее всего 33 левела уж там 6 миров а если не забудут то человек на игру после этой демки кей и он так это бы хоть скорее всего будет пропустил кучу еды но ничего страшного мы там за счет открылась да какая вообще радость я что на сто процентов проходить буду так колокольчик это вроде финал уровне да прыгни ты вниз я не хочу скользить спасибо феерично было даруа дружище есть что-нибудь опять он про то же самое говорит мы это уже обсуждали с ним наркоман походу морковочный он называет морковку стаффом сейчас вылезла может регулировать силу пушки можно что и да дает это наверно просто очки x и только один алмазик не взял тут бонус левел опять спидранить мне хотел протереть мониторы пипи пиксель убить всех врагов это прикольная идея таких левелов можно было сразу наверх наверно перелететь шрамы рог лаги третья игра как horror был это говно хоррор не ну кому-то понравится конечно на релизе наверно что-то я вообще не поклонник такого там и хоррора то никакого не было это походу финала cold rush крутой милый медведь еще один бля что за музыка фрайды найт панкинг какой-то прыгай на мою голову прыгай на мою голову ты чего прыгай на мою голову прыгай на голову блять ладу хорошо как скажешь поггерс там какая-то вкусная вкусный виноград гроздь да почему сейчас в каком-то не зацепился ну такая вот демка была крашнулась к сожалению едем дальше патоген x вот это похоже на резинтил так вы читаете здесь я читаю у себя патоген 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 ну неплохая кстати неплохая игрушечка на игре меня управление сильно отталкивает конечно я давно являюсь поклонником разработчика soda raptor он один из моих любимых разработчиков в индустрии и у них есть короче они хорошо справляются с low poly ps1 графикой чтобы она выглядела хрустящей и стилизованной так что когда я увидел то что они работают на над патогеном олдскульным сурвайвл хоррором я был на таком хайпе и это в общем то привело к тому что демка здесь появилась вдохновленная дайна кризисом резидент и виллом и дипфиром игра умудряется выглядеть и ретро и при этом новый демка дает понять то что это будет must play на и на кризис кстати я так понял то что это игра от разработчиков резин ты вилл которая была с точно такой же камерой только там нужно было этих мочить что я прохудился здесь прохудилась обложечка как будто помялась короче от разработчиков резин ты вилла только с динозавриками аркейд мод только доступен бриф брифинг миссии снова нужно ступить в мир сурвайвл хоррора когда играешь в аркад моде расположение предметов встречи с врагами и уровень в целом рандомно генерируется не генерируется типа чё-то перемешивается там твоя главная цель заполучить вакцину из хранилищ из хранилища как можно быстрее а затем вернись к лифту твой финальный ранг будет зависеть от твоих киллов полученного урона полученных собранных предметов и времени которое ты потратил понятно прокинул дискорда dlc на игру про зиг с хикстэк моих им интересует itch потом гляну внестрим наверно забавно что не было сизир решили сделать что имеет смысл с прошедшим тебя teach у меня день рождение через месяц спасибо наверно нужно поторопиться найти эту вакцину с новым годом teach спасибо большое друзья зайчик который дает ему ностальгические вайбы смешной перекат на пробел просто пиздец уморительная анимация манекен какой-то падает понятно так пушка патрики похоже на пачку сигарет 8 патриков патрик ё-моё резидент вел к камера дерганая горит уши может быть что-то полезное внутри патрики то же самое говорит невероятно знание английского дует патроны так аптечка не закажет таким же успехом можно вообще во все подряд стрелять ну да так и есть но разрушались прикольно где-то я это видел где-то я это видел так компик ты можешь бежать быстрее если будешь удерживать shift и можешь взаимодействовать с окружением при помощи клавиши и делай уклоняющий перекат нажимая пробел гусиным шагом идти на c нажми тап чтобы чекнуть твой статус и инвентарь так же ты можешь экипировать предметы следуй короче за картой для того чтобы отслеживать свою текущую локацию главные ходы помечены и синим они ведут тебя к вакцине но при этом тебе нужно найти карты доступа открываем главную дверь там щас бля реально резидент и его там щас короче на аукционе и разыгрывать будут этот резидент и вилл код вероника я думаешь поучаствовать на дремкасте пройти нас был диск в детстве но я был супер малышом поэтому не осилил по-человечески блин может все-таки можно сломать ну он не стоит так патроны тратить наверно участвуйте джималю будешь потом приходить в гости играть жалко нельзя зумиться с пока ему было бы приятное ощущение ну выглядит кстати зачетно игра так синие это главные пути да но нам не обязательно по ним идти потому что нужно найти ключ карты и вообще следуем демку почки нельзя двигать не пробовал кстати а каких-то резиках первых тоже вроде чего-то типа переката было кто там эксперт резидент и виллов я по-человечески играл в третий четвертый пятый шестой все что было до и после я вообще не трогал либо на ютубе смотрел шотган эквип 3d самое крутое это игра по времени приключений на на 3d сварди много годна ты сервера все понятно можно сломать были разрушаемость погер смотрите кролик снова оружие никак не переключать клавишами до плюс 500 х охренеть а чего 500 чего 500 тысяч рублей на карту пистолет шнура паси большая и не тишь перекатов не было просто ускорение были мне казалось когда-то перекат был возможно у карлоса в третьем резидент и вели когда ты играл режим где нужно было как можно больше очков набрать его может быть пассивный дождь какой-то был потому что я помню что я на мазица ножом короче зарезал и он по мне попасть никак не мог и мы с ним стояли тупо в углу а еще был младенцем поэтому для меня это повод для гордости был пипец они двигаются пока я не как вы думаете он сдох или нет окей труп исчезает портится атмосферу если честно потому что я подозревал что может ну встать опа винтовка винтовка ставим много оружия дают сразу звуков не хватает когда ты экипировал что-то или не экипировал не экипировал аптечка в этом резике можно уклониться на там не перекат понял четыре года просмотра все-таки решился на оформление сапки не лучше времена дружище конечно для этого но в любом случае добро пожаловать что же я возмущаться буду что ли пути джекку чуть либо приятнее камеру сделать были в этом аркадном режиме каши ресурсов раскиданная тьма оба плюс 500 тысяч рублей а может быть уже доллар чё нас по карте двигаем пока по прямой подкрался незаметно ублюду как такая туша блин звуков не издает 47 станет из мне кажется не настолько нахуенно даже самая надпись про сервера комп он заблокирован если заблокирован тогда он нам не нужен точно такую же комнату я уже видел мне забавно что типа клип 0 шансов что он испугается стал китая таким мемным подозревает что это перефортит настолько что мне будет уже тошниться этой фразы но пока что забавно особенно комментарии на ютубчик смотришь так так заходишь на лица шансов ноль шансов ноль сан санд сан саныч я не знаю меня почему-то фанатики любят все прям ультра сильно форсить поэтому все сколь забавные штучки конечном счете становится каким-то ультра канцером но есть какой-то момент когда еще забавно разве это плохо типа напрягает немного порой на самом деле просто зависит от контекста понимаешь ну когда это пишут под тематическим роликом это нормально когда с этим приходит на стримы вместо нормального общения я получаю вот какой-то набор рандомных фраз это не прикольно нужно просто учитывать контекст вот и все нет времени чтобы играть видеоигры шерсть за видеоигра я дать playstation уничтожить ретро гейминг пора переключаться на пистолет много патронов для пистика обитовка чем стреляет не свои патроны ли она тоже 9 миллиметров используют наверно свои да еще не прикольно когда в чужий чат с этим лезут до где об этом сам говорил не один раз плюс 500 тысяч миллионов вот и ёбок попал шраме со здоровьем опасное здоровье фильм си не аптечек как говно на звуков конечно сильно не хватает взаимодействия еще прицел типа страны он лазер смотрит не туда где . из-за этого жесткий диссонанс кажется как будто тысячи стрельнишь и не попадешь сторож вакцины ё-моё на игру два типа монстров как я понял да и ласплагостов видимо никаких не будет бумажку держит разорванную вещички уже овощи вышли из-под любого контроля короче все очень хуево он говорит but i'm not going down without a fight песня такая есть самым браке на вот our special weapons о нет он будет использовать супер секретное оружие смерти будем надеяться то что эти здоровые розовые ублюдки не выдержит его я оставлю их в похоже то что не успел закончить свою записочку ё-моё мы должны найти супер секретное оружие глубокие следы от когтей по всему телу это ужасно так вакцина берем вакцину музыка так изменилась как будто у меня время начало тикать где супер оружие смерти это не похоже на супер оружие смерти возможно ты пиздёшь никакого супер оружия смерти нет оооо ни хрена дум блять патрики кончились крафт большой крафт это еще немезис бессмертный нахрен сосать лошара супер оружие смерти это но inventory full давай дробовик выкинем я байт ракетница это точно резиденты вел смотрите его все еще эти штуки живы панера встанет и побежит за мной на следующий раз мы еб него в ракетности а я самое начало нужно вернуться до эти же наши груды нд знаю знаю играть не буду предвижу сразу потенциальный вопрос а и вон к вам дау вы зарпает мы сейчас на мною бака бежала какая-то было бы конечно круто еще до хитбокс и знаете ли у вас пиздец вам на на дал походу патрике ребра выпали сейчас тут нет некоторый лук зареспавнился дробовичок снова предлагать взять были ну давай дробовичок возьмем все-таки поэкономить наверно тощи патрона в куче для него охуеть разрушаемый стекол вот это кайфушка блин тут интерактивно довольно мир окружения чё-то все ломается там кролик и всякие сидят куда мне на желтую наверно они желтых не обязательно самое начало наверно там кроликов не обнаружены хорошо знаю что для игру айрланд знаю а а а а а а а а а тут бочка была все это время так и тут кролик сидел получи по жопе чё все беги 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 мишин сакс сакс секс спасибо большое за то что поиграл в патоген x демку на сегодня это все можешь перекрывать аркадный мод если хочешь достичь лучшего ранга если ты хочешь поддержать нас ты чекни наши всякие ресурсы ранг а шакал и бать игра знает с кем имеет дела все правильно логово шакалов 3-0 ну не знаю но прикольно не вызывает каких-то прям бурных эмоций игра за косом под резик интересно как они сюжетку обыграют вряд ли на будет типа такой перенасыщенной в плане ресурсов и боевой только что на демку три вида врагов нормаль